Итак, дорогие друзья, мы продолжаем говорить о мифологии, о мифах, и сейчас мы разберем роль мифов в буржуазном обществе. Дело в том, что мифы именно в буржуазном обществе имеют очень важное значение, потому что они позволяют объяснить населению то, как все устроено. То есть миф, как работает, он апеллирует всегда к всеобщности, тотальности и к природной очевидности. То есть миф нам всегда рассказывает о том, как все устроено и несет в себе некоторую истину, которая должна объяснить нам, как все на самом деле обстоит. То есть в этом смысле миф претендует на исчерпывающую тотальность. Надо сказать о том, что в буржуазном обществе мифы, как я уже сказал, повсеместно нас окружают. И везде, где вы видите некоторую апелляцию к какому-то безусловному началу, то есть когда нам говорят о том, что вот карьера это здорово, успех это прекрасно, мода, когда нам рассказывают, что какая-то вещь является престижной, да, и так далее. То есть все это, естественно, искусственные мифологемы, искусственные концепты. И поэтому так их можно различать, так их можно узнавать, хотя бы по этим критериям. Но как вообще бороться с мифами? Существует, по крайней мере, три подхода. Можно начать бороться с мифа, отталкиваясь от языка объекта, то есть от формы мифа, то есть от изначального объекта, вот как у нас ручка была, да, отталкиваясь от этого. Но это проигрышный вариант, и победить миф, отталкиваясь от формы мифа, отталкиваясь от языка объекта, невозможно. Почему невозможно? Потому что если я буду говорить о том, что да нет, это вот, на самом деле, это вот, это ручка, это никакой не метафизический объект. Но мне скажут, а мне объясняют, да, действительно, никто и не спорит с тобой, это ручка, но ты пойми правильно, и начнется опять вот этот метанарратив. То есть отталкиваясь от формы мифа, это бесполезно бороться, да, с мифами. Вторая, какая здесь у нас ситуация может быть, если мы отталкиваемся от концепции мифа, то есть мы начинаем разбирать именно мета язык. Но это действенный метод, и этот метод применяют именно мифологи, то есть специалисты, которые работают именно с мифами. Они изучают генезис, становление мифов, развитие мифов и так далее. То есть отталкиваясь именно от концепции. То есть идут в обратном направлении. Но есть еще третий метод, это когда мы встраиваем некоторую мифологему в еще один миф, в искусственно заданный мифологический сюжет. И таким образом миф, который становится уже формой мифа для другого мифа, он перестает существовать и развенчивать. Но это вот в частности был такой писатель, как Джойс. У него есть произведение, которое называется «Финни Гансуэйк». И в этом произведении как раз очень много таких мифологем, мифологических сюжетов, которые встроены в это повествование и уже в некоторый дополнительный миф. И таким образом он развенчивает вот эти изначальные мифы. То есть такая, в чем существует методика. По силе мифы, конечно, бывают разные. Но политизированные мифы, естественно, сильнее не политизированные. Также мифы могут быть по степени своей продолжительности. Они могут быть слабыми, могут быть сильными по функциональному отношению, по силе воздействия, по продолжительности. Они могут быть короткими и также они могут иметь длинную жизнь. То есть они могут развиваться, могут затухать. То есть очень много существует различных классификаций мифов. Но надо понимать, что в буржуазном обществе, конечно, мифы более коварные, более сильные, устойчивые, чем мифы левых сил. И мы можем сравнить мифы, которые были в Советском Союзе, например, с теми мифами, которые продуцируют буржуазное общество. То есть есть, ну просто ни в какое сравнение не идут мифы советского общества, да, советской системы с тем, что мы имеем сегодня. А почему так происходит? Потому что, и об этом, кстати, пишет Барт, это все из его статьи исследует, которую мы разбираем. Почему так происходит? Происходит потому, что в буржуазном обществе мифы апеллируют именно к природной сущности всех вещей. То есть они пытаются апеллировать именно к вечности, апеллировать к всеобщности, к тотальности. То есть основание более устойчивое у буржуазных мифов, нежели у мифов левых сил. Почему? Потому что мифы левых сил апеллируют именно к становлению и развитию. Потому что левые силы связаны с трудовым началом, с рабочими какими-то процессами и так далее. То есть в любом случае привязка такая более устойчива у мифов буржуазных, нежели у мифов левых сил. Вот если вспомнить советскую реальность, то что называют советской пропагандой, но она ни в какое сравнение не шла с той пропагандой, которая сегодня исходит. Средств массовой информации в буржуазном обществе. И советская пропаганда поэтому была очень наивная, очень неуклюжая и очень такая по-детскому, ну я бы сказал, по-детскому такой банальной. Поэтому, естественно, более сильные мифы существуют в буржуазном обществе. Поскольку апеллируют, как я сказал, именно к натурализации всего и к всеобщности. Поэтому везде, где вы встречаете некоторую претензию на всеобщность, на вечность, на то, как все устроено, на эссенциальность, на сущность и так далее вещей, то знайте, что вы уже имеете дело с мифами. И надо сказать, что ведь люди повсеместно имеют дело с мифами и этого не замечают. И этого не замечают и воспринимают это как задолженность. Они даже не знают, что это мифы. И поэтому с этим, конечно, очень сложно бороться. Мифы очень устойчивые, они очень крепкие на самом деле. И они всегда очень легко и просто все объясняют. И поэтому человеку очень легко попасться на миф. Сколько люди в основном в своей массе ищут простых решений. Всегда. Надо сказать о том, что мифы встречаются также в версии идеологии. И сам Маркс, между прочим, критиковал мифы именно с позиции идеологии. Да, именно Маркс, будучи таким теоретиком серьезным, от которого пошел марксизм, сам Маркс критиковал идеологии и считал их некоторой версией именно мифологического сознания. Но ведь действительно это так. Мы можем даже рассмотреть здесь философов подозрения. Да, есть вот группа философов подозрения, так как назвал Поль Рикер, философ-постмодернист. Это у нас Ницше, это у нас Фрейд, это Маркс. Вот три представителя. Ну, действительно, к примеру, скажем, Ницше может все объяснить с помощью концепции воли к власти. Абсолютно все процессы, которые происходят в обществе Маркс, все объясняют теорией классовой борьбы. Фрейд может абсолютно любой процесс объяснить с точки зрения подсознания, с точки зрения некоторых сексуальных девиаций, детских травм и так далее. То есть, все это объясняется посредством таких тотальных теорий. Ну, можно также вспомнить и Жака Лакана, который объяснял своей теорией, которая является более развитой концепцией фрейдизма. Он объяснял, что все, что происходит, можно объяснить некоторой встроенной фундаментальной невротизацией человеческого сознания, которая происходит из-за того, что человек вынужден использовать язык, а язык не позволяет ему высказать все, что у него имеется в душе. То есть, язык не позволяет выразить все те ощущения, все те состояния, которые человек испытывает, и в результате некоторая фундаментальная невротизация является следствием такой вот невозможности все высказать. Поэтому, естественно, описать любой процесс можно любой такой подобной идеологией, которая претендует на тотальность, и которая является, в свою очередь, также некоторым мифологическим сознанием, некоторой попыткой обосновать с помощью некоторой мифической концепции. Поэтому здесь мы имеем ситуацию, когда идеология, естественно, является собой некоторую версию мифологического сознания, и поэтому, собственно говоря, все идеологии, которые мы только можем встретить, они являются также некоторыми мифологиями, и если мы имеем с ними дело и анализируем, как должны это делать с точки зрения теоретизации, с точки зрения детального анализа, когда мы подходим к этому делу вдумчиво, то, конечно, мы должны в этом случае признать, что идеология это тоже миф, но, с другой стороны, существует определенный запрос на некоторую идеологию в обществе, чтобы страна имела какой-то путь развития, но, с одной стороны, да, с другой стороны, когда мы используем некоторую идеологию, мы прибегаем к очередному мифу. И вот в постмодерне, например, также апелляция идет к тому, что все есть текст, например, с помощью Дорида, может объяснить все именно апелляцией к пространству текста, пространству языка, да, но это же тоже некоторое основание, которое является такой своеобразным инвариантом такого мифологического сознания. Поэтому все это, на самом деле, если разбирать любую теорию, любую концепцию, которая апеллирует к тотальности и к всеобщности, все это является определенной версией и определенной разновидностью очередного мифа. Скажем о политической составляющей. Дело в том, что в политике мифов существует очень много, и сегодня мы видим очень много искусственных концептов, и концепция права и прав человека, да, которых на самом деле не существует. Что такое права человека, непонятно. Тем не менее, под этой эгидой проводятся жесточайшие бомбардировки различных стран, да, континентов и так далее. Существует даже такое понятие, как гуманитарные бомбардировки, то есть это тоже еще одна мифологема. Существуют такие устойчивые мифологические концепции, как США, плод демократии, например, или что-нибудь такое, скажем, как некоторый миф, который связан, вот в частности, сегодня войной с войной на Донбассе, опять же, да, это вот та привязка, которую сразу использовали буржуазные силы к русскому миру. На самом деле, русский мир там абсолютно ни при чем. Живут там очень разные люди по своему этническому составу, и дело совершенно не в национальной привязке. Поэтому, естественно, ну, объяснить все некоторой этнической какой-то основой, да, какой-то апелляцией к русскому миру, к какой-то истории, к чему-то непонятному такому сущностному, эссенциальному, это всегда тот путь, который использует буржуазия, чтобы скрыть свои очередные какие-то мотивы. Поэтому, естественно, в политике таких вот примеров огромное количество, и все это, естественно, нужно видеть, желательно видеть, но многие не видят, к сожалению. Очередной миф – это выборы в буржуазном обществе, куда ходят люди, там, каждые 4 года непонятно зачем, и почему-то верят в них, что это институт демократии, и все просто. Демократии самой нет, это тоже миф, то есть кругом одни мифы. Почему-то демократию считают какой-то наивысшей ценностью, это ведь тоже миф. Ну вот, пожалуйста, то есть кругом одни мифы, и сегодня мы разобрали, я надеюсь, подробно, и я старался более-менее так разносторонне эту тему исследовать, потому что действительно хотелось бы поговорить больше, но я знаю, что время ограничено, и все хотят услышать такую сжатую более-менее информацию и иметь какое-то уже определенное представление. то есть, естественно, можно больше об этом узнать, прочитав книгу мифологии Равана Барта. Но на этом тематику Барта мы заканчиваем, в следующий раз уже будем говорить о чем-то другом. Спасибо, что смотрите, подписывайтесь на наш канал, заходите, смотрите, и всего доброго вам, и до новых встреч!